Действие гаражного кооператива, наведение порадки к водоемам и реализация концепции развития велосипедного руха. Прием граждан по особистых вопросах сегодня провел старшиня обл. Воконкама Геннадь Соловей. С принятыми решениями ознакомились наши корреспонденты. Пытание, с которым до старшины обл. Воконкама вернулись члены гаражного кооператива номер 4, не может выражаться уже несколько лет. И еще в 2018-м оно разглядалось на судовом посаджении. А ле с того часу ничего не изменилось. По словах наведывальников, решения, которые принимаются в кооперативе, не являются законными. Тычется гэта выбора у керавниста управления, расходования сродков и приватизации майомости объединения. Теперь гэтым пытанием, якое будет находиться на контроле губернатора, займутся юристы и правоохранные органы. Не может обойстись без поддержки обл. Воконкама и предприемства, якое належит беларускому товариству инвалидов. Участки, якие займаются перепроцовкой драунины, сутыкнулись с недохопом сыровины. Набывать ее на бирже предприемство не может по финансовых причинах. А знайсти иншие крыльницы не отрымливается. После каким выпадку, звороты у Министерства лесной господарки и социальной обороны ситуацию не полепшили. Обратились по вопросу приобретения леса на корню. Потому что если этот лес уже будет с разработкой, то, естественно, другая цена. И для нашего предприятия это будет катастрофически сложно. Если учесть, что у нас работает более 50% инвалидов. Я надеюсь, что Геннадий Михайлович действительно даст поручение. И этот вопрос будет на контроле. Если вопрос решится положительно, то, конечно, мы довольны. Потому что, ну, иначе тогда надо просто ставить вопрос закрытия предприятия и увольнение более 100 человек. Высекши аварийные древы на дворовой территории. Обмежаваць рух приватнага аутотранспорту. Навести парадок на берагу раки. Перевести на вакантную пасаду с больш высокой оплатой. Обмежаванню по пытанях, по яких можно звертацца до старшыней АБВКонкама, не иснуя. Керавник областного громадского объединения «Велогомель» Валентина Пазнякова пришла с конкретной пропановой. Створаць инфраструктуру для руху велосипеду при будавництве новых объектов. У приватности размова идти об мемориальном комплексе «Партизанская крынишка», проект якого зараз распрасовывается. Накольки отрымаецца реализовать гэту пропанову у конкретным выпадку, сказаць пакуль складана. Але інтарысы аматоров здорового галаду життя будуть обовязково улишвацца. Хотим создаць квадратами, допысым, один квадрат на 10 гектар, да, тут будуть зелени. В втором квадрате будут дикие кабаны. И для своих детей, для гомельских, мы будем под гомелем делать. Вот это будет реально. Это будем мы делать, тогда им проще, потому что они в своих лесных массивах располагают. Вот там это будет, как называется, тропа здоровья, движение, там, велосипедистов для этих. Это мы занимаемся сейчас уже и Липске, и Дрожеве. Эту идею мы обсуждали у Мазары, когда запускали билетный завод, потом мы там рассматриваем. Поэтому это все будем учтем. Мы знаем, что у нас это есть вопрос. И в протяге темы – размова об реализации национальной концепции развития велосипедного руху. В наступном годе на гомельшине пройдя великий велопробег по местах боевой славы. У планах так сама организация веломарафону с уделом людей розного взрослого. А про жатого зараз разглядается махчимость творения некольких велосипедных маршрутов. Для горожан, конечно, полезно, чтобы были разработаны маршруты за город. Потому что не все, приобретая велосипед, знают, куда им поехать за город. То есть такие проекты, конечно, они очень важны. На текущий момент у нас на нашем сайте, ovg.bike, есть несколько маршрутов, по которым люди могут проехать. Но опять же мы выступаем с такой инициативой, чтобы эти маршруты при поддержке городских властей маркировать. Потому что не каждый человек может по карте передвигаться, не заблудившись.